Как и следовало ожидать, дверь открывают далеко не все. Общаться с представителями закона – желания у должников нет. В лучшем случае выходят дети и сообщают, что взрослых дома нет. Следующий шаг – извещение. Судебные приставы оставляют в почтовых ящиках требование явиться лично в службу в назначенный день. В случае, если должник не явится добровольно, последует принудительный привод. Вместе с тем, не всех должников можно назвать злостными. Хозяин дома по улице Русская, 17, не успел выйти к приставам и догнал их уже на следующем объекте. Я вышел раз, уже газель поехал. Но я увидел, что в форме как-то садились. Я, в принципе, так и понял. То есть никто ни от кого не сливается, но ситуация такая. Мы в ГАИ были неоднократно. Приглашение для разбирательства получил лично и пообещал погасить долги. Видите, что ситуация. Вы нам сейчас закрыли карточки и расчетный счет. И мы не можем работать, мы не можем денежный оборот проводить. Ну, это, к сожалению, принудительная мера. Погашать задолженность. Ну, никак. И будет снят арест. А как вообще его снять? Вообще в течение какого времени машина? Существует несколько способов принуждения налогоплательщиков закрыть задолженности. Среди них арест имущества, банковского счета и запрет на выезд за границу. Настоятельно рекомендуем должникам проверить информацию об имеющейся задолженности на официальном сайте службы судебных приставов. По состоянию на сегодняшний день в бюджет было взыскано порядка 27 миллионов рублей. В Анапе началась рассылка налоговых уведомлений на оплату налогов на имущество, землю и транспорт. Поэтому не забудьте закрыть все долги перед государством до 1 ноября 2014 года.